Другим темам. Сегодня в Республиканской больнице номер один начал работу медико-генетический центр. Он способен оказывать высокотехнологичные виды медицинской помощи, оснащен современным оборудованием. Кроме того, в центре займутся лечением редких заболеваний. Продолжит тему Валерия Константинова. Все начиналось с открытия в 1989 году медико-генетического кабинета на базе городской клинической больницы составом 10 человек. Специалисты в основном вели прием детей с наследственными болезнями. Через 6 лет в структуру детско-республиканской больницы была образована медико-генетическая консультация. Центр отличается тем, что увеличивается количество лабораторий, а также спектр оказываемых услуг. Здесь, значит, лейкозные больные будут у нас уже проходить обследование. Потом требуется еще генетическое сопровождение вот этих репродуктивных технологий. То есть, когда идет женщина на ЭКО, должны быть они обследованы все. Сегодня генетика присутствует во всех направлениях медицины, будь то кардиология или онкология. Лечение идет под контролем генетических тестов. Создание Большого Центра позволяет объединить современные методы лабораторной диагностики, рожденной и наследственной патологии. Это раннее выявление патологии, возможность предупреждения заболеваний, возможность уточнения диагноза. И если есть методы какие-то лечения, то это лечение, если методы предупреждения, то это предупреждение. То есть раннее выявление. Ежегодное медико-генетическое консультирование проходит 3000 пациентов для уточнения диагноза, а также около 2000 беременных женщин группы риска по прогнозу здоровья будущего ребенка. Благодаря развитию медико-генетической службы выезды пациентов за пределы республики для диагностики и лечения заболеваний значительно сократятся.